Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все браты и сестры во Христе и все люди на земле. Сегодня хочу объявить очередной сбор. Я тогда уже в ответы на вопросы, в чтении и комментарии об этом говорил. Сегодня еще раз хочу сказать. У Горшковых уже набежали долги там. Я решил все это вообще взять под свой контроль. Я составил такую табличку для них по коммунальным услугам. Мы туда будем вбивать все данные постоянно. Потому что семья у них большая, денег вечно не хватает. Кто знает, многодетные они, 7-8 детей можно сказать. Но дочка уже старшая, замужем, но все равно им тяжело. И чтобы не затеять, потому что если им опять что-нибудь обрежут, это все восстанавливать. Кто знает, уже надо опять за подключение платить. Лучше все-таки стараться делать сразу. И так как у них всякие эти нужды, конечно, понятно, семья большая. Порой даже деньги, которые можно прислать на те же самые коммунальные, они тратят на другие какие-то вещи. Но я решил вот так, так скажем, ввести для них вот эту табличку, отчет. Может и не им одним так буду делать. Вот я всех призываю помочь. Давайте соберем и эти деньги. И потом я, в принципе, Тане уже говорил, чтобы она мне каждый месяц сначала сбрасывала показания счетчиков. Я сам буду вносить, мы сразу будем видеть приблизительно сколько там, точно приблизительно сколько нужно денег. Я буду уже на коммунальные объявлять всегда, постоянно. Для нее, может, еще, кстати, и для других семей, кто будет нуждаться. И вот такая же ситуация у меня и с Олей Косоноговой. Она мне тоже пишет. Если раньше я еще чем-то сам мог помочь, то сейчас у меня помогать нечем. Она мне пишет. И у нее заводу тоже 6 тысяч там. Еще с давних-давних пор. Я не знаю, вам вот видно. Я вот так показываю. Ну, там видно. Там последние показания. В феврале 2017 года, а сейчас сентябрь 2019, полтора года она практически не платила. Кто помнит, наша с ней там тоже беседа, она началась еще тогда. Давным-давно она мне написала, что у нее сложности, что она на меня там вышла. И мы ей помогали. Она тогда выслала. Тогда у нее были долги и газ, там 6-700, свет 3-700. Подключить уже надо было, потому что им все обрезали там. Мы тогда помогли. У нее ребенка забрали даже из-за этого. Надо было там еще купить. Мы, в принципе, собрали даже чуть побольше. И там надо было. Она мне тогда тоже присылала все эти. Там вот до сих пор эта вода-то есть. Я еще сейчас ей писал. Мне казалось, что мы и за воду заплатили. Но нет, да. Мы тогда не собрали. Не получилось на воду. И там она еще покупала необходимые вещи в дом, которые должны были быть, чтобы комиссия отдала пацаненка ее. Вот у нее девочка и мальчик. Сама она тоже с проблемами со здоровьем, кто знает. К ней просто она говорит, уже пришли из водоканала. Ну, понятно, долг больше полтора года. Сегодня надо оплатить полсуммы, а до конца месяца весь долг погасить. Там тоже шесть с чем-то. Давайте поможем. Тоже соберем с миру по нитке голому рубаха. И потом будем тоже, я попрошу контролировать этот вопрос. Вот. Если ей нужна помощь тоже, чтобы... Никогда уже петух клюет. Я уже говорил, ко мне много обращается. У меня сейчас таких денег нет. Я не могу дать ни Гашковым 15, ни ей 6. У меня нет этих просто денег. Вы знаете, чем я сейчас занимаюсь опять полностью. Никто мне ничего в основном-то так особо не переводит. Поэтому нечего мне им раздать, к сожалению. Так что я всех призываю помочь. Ссылка у вас на экране. Кто знает, на канале Христолюб. Под именем христолюб.ру Слэш донейт.html Там все есть мои контакты. Куда перевести? Помечайте там переводы только куда, кому. Потому что действительно надо будет одновременно разные сборы. Ну, в принципе, я предлагаю, что сейчас сколько будет. Я не знаю, как им там. Пополам поделю еще как-то. Но Оле надо 3 тысячи уже. Иначе все отрежут. Действительно, потом будем только еще собирать, умудряться как-то на подключение. Все это все достойт денег. Так что я всех призываю. Кто может, что сейчас до конца месяца, чтобы хотя бы коммунальные Гашковым и Косоноговой Ольге помочь заплатить. Кто сколько может. 100, 200, 300, 500, 1000. Любые деньги, это деньги. Я говорю, с миру по нитками, голому рубаха. Я потом, когда следующий будет ролик, я там, кто перевелся, что озвучу. Нигде я сейчас это не выкладываю. Вот. Почему я, в принципе, сейчас все через себя пускаю. Вы можете мне лично писать. Каждый раз спрашивать. Там тоже, если что-то непонятно. Прошло, не прошло. Вот так будет проще. У меня и все кошельки, кто из-за границы шлет. Все удобно. Все можно переслать. Вот. А я уже в свою очередь так же буду потом. Ну, я обычно делаю теперь, что я в следующем ролике о предыдущем что-нибудь говорю. Вот. Все. У меня на этом все. Помните заповедь, которую мы обещались исполнять. На самом деле, это просто любовь к людям. Тем более, в такой трудной ситуации давайте помогать друг другу. Иначе, какие мы тогда христиане тела Христова. Все. Всех целую. Обнимаю. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.